всем добрый вечер ноябрьский вечер такой на добрый у нас сегодня с вами интересная тема мы будем сегодня с вами говорить про эффективность процедур фракционной мезотерапии имеет ли значение техника в которой вы работаете картридж которым вы работаете фракционной мезотерапии глубина иглы картриджа что еще ну и сама техника соответственно всех вас приветствую сейчас к нам подключится ольга через какое-то время а я хочу пока немножечко сделать анонс возможно задать вам вопросы и почему-то опять не вижу ваших комментариев ну что ж такое что ты будешь делать я не понимаю я не понимаю в чем проблема почему я не вижу комментарии в прямом эфире я вижу что вы подключаетесь я даже вижу что доктор катрин почему-то послала мне запрос хотя я ее не жду у себя прямом эфире я жду совсем другого я совсем другого жду человека вот отлично ольгу ольга косметолог ученица второго потока курса ольга здравствуйте как слышно как видно нас а вы видите комментарии или вы не видите камень да вижу а я не вижу вот значит вы будете сегодня куратор модератором куратором и так далее я почему-то в своих эфирах перестала видеть комментарии это уже наверное с месяц такая ситуация так я попробую сейчас ну что давайте пообщаемся я вам собственно представила это ольга она у нас ученица второго потока по фракционной мизотерапии да и мы сегодня поговорим вот на ту тему которую я озвучивала раньше я думаю возможно она будет интересна многим так сейчас я открою вопросы на ноутбуке ольга вы можете пока пожалуйста немножко рассказать про себя сейчас открою вопросы вот свою историю можете рассказать пожалуйста да я из волгограда мне 42 года и я работаю косметологом уже больше 15 лет ого хороший старше да стараемся и процедуру какие любите делать процедуру своим пациентам все люблю процедуру которые умеют делать все люблю и массаж и фракционную мизотерапию и чистки пилинги маски ну то есть все 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 тогда расскажите вот фракционная мизотерапия когда начали работать фракционная мизотерапия начала работать в июле месяце этого года искала очень давно где бы отучиться но к сожалению почему-то не находилось ничего у меня нашла у нас в волгограде обучение однодневное обучилась но почему-то нас обучили там достаточно жесткой техники фракционной мизотерапии штампирование да вот но все равно я начала сразу же работать получала хорошие результаты но клиентки к сожалению у меня с болью лежали на кушетке и это мне тоже очень не нравилось потому что я конечно же за эстетическую косметологию вот но потом вот чисто случайно я нашла вас причем накануне своего дня рождения 9 августа я увидела вас на страничке циталайв вы рассказывали про совместные методики да был там эфир по моему да прямой эфир был на страничке циталайв вот скажите мне пожалуйста скажите мне пожалуйста ольга вам рекомендовали работать до кровяной росы вот когда вы обучались до курса нет до кровяной росы как бы нам не рекомендовали работать но почему-то техник более комфортных не дали вот техника была штампирование основном да 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 на какой длине иглы рекомендовали работает вы знаете вот как то вот конкретных таких вот не было указаний применения то есть опять же есть стандартная схема которую вы также нам на курсе давали да допустим на какой длине иглы работать на глазах на губах на лбу на стулах вот то есть нам сказали придерживаться вот вот этой длинной иглы то есть вы получили там общие рекомендации собственно говоря и начали работать все в принципе да начала работать но меня не устраивал вот именно результат такой что когда делаешь фракционными терапию друзья пожалуйста вот ольга видит комментарии я комментарии не вижу поэтому вопрос кто из нас вот я вижу что подключаются люди всех приветствую кто подключается возможно кто-то меня не знает я преподаватель фракционной мезотерапии международный тренер веришь стан михаловна и ольга оброчного ученица второго потока курса по фракционными терапии это онлайн курс был и мы разговариваем на тему собственно вот в какой технике лучше работать какими методами на какой длине иглы в общем как поработать фракционной мезотерапии чтобы это была эффективная процедура и у меня к вам вопрос в связи с этим вот ольга до того как пришла на курс она обучалась соответственно фракционной мезотерапии и обучали работать техниками штампирования среди нас есть такие же вот кто уже обучался кто возможно но обучался и работает фракционной мезотерапии вы работаете техникой штампирования вам ситуация ольги знакома есть среди нас такие ольга вы пожалуйста смотрим не вижу никаких пока ответов не знаю что происходит да вот пишут да учили было такое но вот видите вы видите а я нет а кто-то мне в комментариях написала доктор 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 виктория бадмаева спасибо виктория может отключили у меня тоже нет возможности написать сообщение вообще конечно это жестоко я бы сказала когда ты не видишь еще ищет что тоже да учили и работаю и так ну давайте вот немножко обсудим раз мы тут собственно говоря ситуация знакомая да тогда ваше впечатление вы уже сказали вот пятый вопрос у нас был ваше впечатление от работы фракционной мезотерапии после обучения по старой школе то есть давайте друзья вот так вот то чему вас обучали работать штампированием это на самом деле старая школа так начинали работать когда-то еще девяносто четвертом девяносто шестом году когда появилась техника микронидлинга и тогда соответственно работали в ней очень-очень жестко да и открыл ее пластический хирург он работал со шрамами собственно говоря вот тогда и появилась вот эта техника но при работе со шрамами мы с вами понимаем нужно разрыхлить ткани разрыхлить ткань как то есть работать достаточно жестко вот штампом да непосредственно ставить на ту ткань которую нужно разрыхлить и вопрос следующем но ваше впечатление после обучения вот когда вы обучились вы собственно говоря уже сказали да что пациентам было больно и правильно ну да было больно конечно то есть когда посоветовали какими методиками работать начала тем методиками работать старалась аккуратно но опять штампирование достаточно такой агрессивный метод работы поэтому уже интуитивно я конечно делала и другие методы но я не знала можно ли так или нет поэтому когда увидела вас встретилась с вами познакомилась конечно же я была очень рада на самом деле это же когда-то начинал работать вот так же именно так же да методом проб и ошибок никто еще особо ничего не знал лет 15 назад эта методика пришла в россию я естественно тут же кинулась сразу же попробовала и реакция была приблизительно такая же больно как-то очень сильно некомфортно как-то почему-то ожидания не оправдались и не очень было понятно насколько глубоко можно заходить опасно не опасно как лучше работать в какой технике но других техник тогда не было вот чисто штампированием соответственно да и мезороллеры были кстати мезороллеры успела поработать но это очень не стерильно и травматично также это высшей степени травматично мезороллеры просто рвут кожу как барана да они на ней оставляют если допустим картридж дермопена игольчатый он оставляет очень ровные канальцы да то когда мы работаем мезороллером когда мы работали мезороллером это были неровные канальцы иголочка не вошла и вышла а иголка встала прокрутилась разорвала кожу и вышла то есть получилось рвана рано с рваными краями отсюда реабилитация более долгая да у кого-то вообще кожа нормальное состояние не приходило то есть мы делали микро шармирование вот тогда эти методы они приблизительно сравнивали за дермопеном мы работаем или вот как раз дермороллерами и это в любом случае было достаточно жестко но с этого момента прошло достаточно много лет да и как бы ситуация поменялась появились новые мягкие методики появились новые всякие разные интересные препараты которыми собственно говоря можно гарантированно и качественно хорошо работать и мягкими техниками у меня к вам следующий вопрос тогда ну вот что вас простимулировало прийти обучаться на курс по фракционной мезотерапии ко мне онлайн курс тогда был набор второго потока подожди второй поток у нас сентябре открылся да правильно по-моему 13 или 15 сентября открылся второй поток простимулировала что очень грамотно рассказываете все очень доступно и не знаю даже что наверное интуиция момент вот какой бы почему вы что да по-моему решающий момент был сразу как только я увидела ваш прямой эфир на аккаунте Zeta Life понятно то есть вы услышали что-то что вот ну что вы услышали это бывало зерна попали в нужную почву и вы собственно приняли решение прийти получиться вызвали доверие сразу да к себе давайте вернемся тогда вот к отличиям вот тому как вас учили до этого и разница в том чему вы научились у меня на курсе какая разница по вашим ощущениям вот как человека который прошел и там и там обучение собственно и по старой школе и по новой школе ну во первых нас учили одним днем а у вас мы обучались месяц четыре недели по-моему да ребят теперь и недели там растянулась плюс ко всему остальному конечно же когда обучаешься оффлайн то есть да когда допустим ставите руку показываете когда работать но это онлайн все видно вот в чем дело то есть все понятно во первых больше времени мы с вами находимся вы нам начитываете очень много информации полезной разной той которой нужно без воды вот это очень на практикуме да вот когда вы один день обучаетесь невозможно получить такой объем чисто физически невозможно потому что мы как бы на практикумах люди занимаются другим вот чисто занимаются условно говоря практикой а когда вы хотите получить большой объем информации это конечно либо вы регулярно проходите какие-то вебинары либо вы идете на курс где все это собрано собственно говоря в одно целое правильно расположена потому что но несколько уроков вот сейчас будет допустим 10 уроков в третьем потоке мы просто сделали немножко поменьше размером да сделали не шесть уроков как было до этого сделали 10 но они все последовательны то есть нельзя перепрыгнуть прийти сразу скажем на шестой урок а на первый не прийти информация тогда просто в голове она не ляжет на нужную почву потому что вы сначала пошли обучились поработали убедились что что-то не то и только после этого вы попали ко мне вполне вероятно даже может быть если бы вы меня с самого первого раза увидели да и еще не обучившись до этого может быть вы бы даже и задумались еще и не пришли сразу же возможно не могу не могу сказать что это было было бы вот именно так потому что я ну наверное года два назад задалась такой идеей своей поиском именно обучение по фракционной месцерапии поэтому возможно я бы и согласилась бы сразу тоже к вам пойти если бы еще за два года за два года вы ничего не нашли за два года как-то не наткнулась да ни на кого я вот вы знаете что эта методика она действительно за последние где то наверное год но не год хорошо года два наверное она действительно все больше и больше и больше набирает обороты то есть учеников приходит все больше все хотят получать большой объем информации все хотят разные все хотят все и сразу вспомните да какие мы были торопыги на курсе все бежали и паровоза мы прошли еще там только первый второй урок а люди уже делали какие-то протоколы пытались делать сочетанные и так далее и так далее все все хотят успеть все хотят обучиться успеть сразу нам было очень интересно и мы хотели получить еще и еще информации это конечно было супер вот наталья донскова с нашего курса пишет очень крутая обратная связь от куратора группы и самого преподавателя даже на этапе предподготовки к курсу ну согласитесь предподготовка это все-таки очень важно да потому что вы все нервничаете переживаете что чего-то не будет чего-то не хватит я не успею там у меня не будет каких-то средств и так далее и так далее вот поэтому мы сейчас ввели нулевой урок вот для того чтобы вы же понимаете что вы все успели в результате мы все успели и еще у нас есть время пересматривать уроки вот в чем плюс огромный мы первый раз посмотрели у нас одна информация вложилась в голове а второй раз и третий раз я уже пересматриваю уроки уже совсем новое я что-то слышу вижу запоминаю и открываю для себя то есть это информация укладывается с опытом да то есть вы смотрите вы когда только начали вы ее воспринимали в одном ключе потом вы проработали сколько-то протоколов определенное количество и вернув вернувшись назад к этой же информации вы уже немножко по-другому воспринимали и вероятно что то услышали то чего не услышали в первый раз да кстати протокол просто их очень много на курсе они все рабочие то есть пожалуйста с любой кожи с любым типом с любым возрастом можно работать с разными препаратами кстати про препараты хотела бы сказать нас на когда учили по старой школе тогда скажем нам говорили что можно использовать препараты подфракционную мизотерапию те которые подходят для классической мизотерапии вот вы нас научили новым правилам как работать с какими препаратами какой консистенции они должны быть какие функции должны выполнять какие составы должны быть в этих препаратах то есть я раньше особо на состав не обращала внимание а сейчас перед тем как мне что-то взять в работу я обязательно читаю состав после вашего курса составы да это важно причем вы знаете я на что обратила внимание в начале курса иногда чувствуется потребность у косметолога вы хотите чтобы я вам дала конкретную марку конкретное название сыворотки да ну то есть чтобы упростить немножечко себе задачу да но к сожалению у нас ситуация какая вы в одном городе в одной стране другой ученик в другом городе в другой стране кто-то в америке кто-то в австралии кто-то в израиле кто-то в англии откуда у нас были девочки из англии из италии были да еще откуда я не помню из аргентины кто-то был не помню и везде разные препараты на рынке а поэтому получается что как бы если я буду обучать какой-то одной марки да и вот вам например скажу вот выбирайте циталайф сыворотку янтарное омоложение все и будет вам счастье да в россии а скажем в израиле а человек пришел учиться он тоже заплатил деньги и тогда будет в принципе ну нелогично неправильно и нечестно по отношению к этому человеку да его обучать в таком же ключе как вас я понимаю что многим было немножко лениво раскачиваться да и пытаться сейчас мы знаем эти критерии выбора препаратов мы их применяем уже в своем городе составах это было тоже несколько трудоемко было очень много вопросов наверное самое большое количество вопросов общей сложности было по составам по составам чате по составам сывороток по составам пилингов а какой можно а какой нельзя а какая сыворотка будет на что работать ну а я хочу сказать что вы кстати большие молодцы были и вы в частности ольга в том плане что постоянно вбрасывалась какая-то новая инфрация все время обсуждали какие-то новые сыворотки а вот я нашла вот такую сыворотку а я вот такую вот нашла а посмотрите состав а подходит или не подходит но это действительно было интересно потому что вы вытаскивали такие препараты которых я не знала в общем-то иногда но руководствуясь критериями подбора препарата можно было достаточно быстро вывести на чистую воду вообще нам этот препарат нужен будет он работать да если будет то по какой проблеме он будет работать это было интересно это такая была совместная работа ну и она она идет у меня каждый день это очень интересно все я хочу сказать что наш чат чат курса по фракционной мезотерапии это большое дело потому что мы действительно там раскрываемся кто-то у нас был наблюдатели такие кто-то даже не проявлялся а кто-то прям вот информация все время какой-то новой что-то абсолютно даже те кто не проявлялись они все равно получали информацию слушали смотрели видели кто-то постепенно начал проявляться да потихонечку постепенно вот ума сегодня приезжала ума обучение было индивидуальное по химическим пилингом она тоже сначала очень аккуратно себя вела в чате потихонечку а сейчас вот в результате вы встретились с ней в живую всем вам привет и в общем это уже даже получается такая какая-то группа по интересам потому что вы же все равно остались в чате все равно идет общий чат это очень большое дело спасибо вам большое за него потому что мы конечно там друг другу очень помогаем да это так и плюс большой в том что все время идет какая-то поддержка если я где-то в командировке или еще где-то я пропустила какой-то но у нас есть ника если что которая всегда там поможет подскажет если я вдруг пропустила какой-то вопрос они его отскринит и пришлет один два три раза сколько надо столько и пришлет если я не увидела для того чтобы я как-то отреагировала поэтому друзья вот когда вы идете обучаться на какое-то обучение онлайн идете и вам там предоставляется чисто в записи все целиком и полностью у вас нет обратной связи это не очень качественный вариант обучения если вы начинаете почему потому что нет обратной связи нет поддержки нет исправления ваших ошибок да вот обратная связь для вас важно было ольга конечно важно без нее никуда без нее тяжело достаточно потому что но можно наделать ошибок на самом деле да и препаратам и по техникам и по длине иглы и по скорости драма пена то есть там ну нюансов очень много и мы в них да давайте к фракционной мезотерапии вернемся немножко отошли на курс по поводу фракционной мезотерапии вот собственно говоря вы работали по старой школе и вы сейчас работаете по новой школе я напомню я обучаю мягким техникам но у нас там не только мягкие техники штампированием жесткими техниками можно работать по показаниям соответственно если они есть то есть мы прислушиваемся присматриваемся смотрим что нужно этой коже что нужно этой клетки выбирают правильную технику работы у меня к вам следующий вопрос тогда да вот сравниваем старую школу и новую школу условно говоря и в чем различие какие вы можете выделить оль основные различия ну и по отзывам пациентов тоже ну опять же различие от меня клиентка уходит хорошенькая не красная но может быть где-то розовинка какая-то появится останется да после процедуры но они у меня уходят все мобильные то есть они могут пойти сразу же куда-то магазин в ресторан в гости и спокойно передвигаться по городу не боясь что у них что-то непонятное на лице какие-то шрамы там или кровавая роса или не знаю месиво какое-то то есть все хорошо все спокойно и результат сразу после процедуры видят они все мои клиенты видят сразу результат после процедуры то есть отеки уходят очень быстро то есть после процедуры на встает отеков нет особенно если это глаза морщинки мелкие моментально разглаживаются кожа становится сияющей светлой даже пигмент слегка осветляется то есть это вот видно сразу после процедуры а губы какие хорошие после процедуры фракционной терапии первое обучение я когда давала и говорила что губы работать тоже можно это был такой легкий шок вначале да потом дальше вопрос а зачем работать губы но это же не инициирование и так далее да потом вопросы исчезали сразу после процедуры потому что если виден эффект то собственно говоря к чему задавать вопросы если вот она видно на самом деле ответственность не всех конечно же разное но но даже если больно губы все равно девчонки говорят да давай делать то есть они наоборот хотя да быстро реабилитируется да они быстро приходят в себя эффект они обновляются достаточно быстро но так устроена собственно говоря кожа наших губ и по ощущениям вот что мне нравится не знаю как ваши наблюдения будут да мне нравится то что во время процедуры если пациент из относится знаете к разряду таких пациентов что если мне не больно если я ничего не чувствую значит что-то пошло не так если вы видите что вот если я вижу что у меня вот такой вот пациент ну сегодня настроение у нее такое где-то она услышала что значит что была процедура эффективной нужно чтобы вот было больно я не знаю подруга ей сказала по телефону или еще что-то да и сегодня у нее вот такое вот настроение то применяя сочетанные техники фракционной мезотерапии можно где-то сделать достаточно убедительную технику да и она она сразу почувствует ого ничего себя я думал это все вот так вот просто а на самом деле мне прям больно здесь было я это чувствую но даже если было больно она встала потом она не видит никаких кровавых разводов на лице если нет да все хорошо комфортно и спокойно да совершенно то есть получается мы можем психологически достаточно хорошо тоже убедить но без эксцессов не превышая работая по специальным правильным составом да мы знаем по какому составу мы можем себе это позволить а по какому в общем не очень нужно себе позволять да потому что вы вспомните мы когда подбирали составы я говорила про то что это обязательно должна быть лубрикация что раствором чем меньше состава на лице тем чувствительнее для пациента вы заметили закономерность конечно конечно изменились у вас же есть ли на пациенте которым вы делали вот как раньше это небо и земля потому что когда у меня пациентка лежал на штампирование и с водным раствором потому что нам говорили что можно их применять для фракционными терапии когда стаканчик картриджа не скользит а шаркает по коже это еще болезненнее и после вашего обучения когда стаканчик картриджа скользит когда пациентка вообще практически ну на глазах может быть чувствительно на губах когда пациентка практически не чувствует никаких болевых ощущений разница очень большая разница разница да действительно большая и ну то есть резюмируя реально добиться хороших качественных результат да и без крови без глобальной кровавой росы какой-то по лицу да то есть добиться реально хороших качественных результатов правильно да что какие то вопросы у нас есть друзья все кто нас слушает смотрит видит если вы с нами согласны или не согласны ну напишите что-нибудь потому что я к сожалению не вижу ваших комментариев ольга видит так что пишите она мне их прочитает и озвучит вот ну я пока дальше буду продолжать по индивидуальным протоколам вы ну вот одна из основных задач моего курса это чтобы вы обучившись у меня стали самостоятельными абсолютно специалистами и составляли индивидуальные протоколы для своих пациентов чтобы вы знали что есть классический протокол и есть совершенно разные протоколы да сочетанные протоколы с химическими пилингами с аппаратными методами с энзимными пилингами в конце концов да сам с составлять индивидуальные протоколы пациентам вы научились составлять индивидуальные протоколы конечно и не боюсь уже их составлять и придумываю что-то новое из тех протоколов которые вы давали лепим что-то новое очень интересно и очень интенсивно на заметку хочу сказать что у нас на курсе более 20 протоколов готовых уже которые ну соответственно можно как вот в шаблон в какой-то подставлять свои препараты получать уже на выходе свои протокол да но вот скажите пожалуйста вам интересно составлять индивидуальные протоколы конечно когда работать вот по готовым каким то есть готовые нет готовым тоже хорошо работать но когда есть какие-то допустим еще плюсом проблемы когда ты можешь еще что-то придумать добавить несколько сывороток да допустим положить в одну процедуру да это же вообще достигается наибольший эффект красота а сочетные протоколы с пилингами которые все обожают помимо классических пилингов и срединные пилинги можно также в сочетных протоколах применять это же красота желтый пилинг вот оранжевый пилинг вы попробовали оранжевый пилинг все впереди вас и впереди да ну и кстати желтый пилинг тоже очень хорош сейчас сезон да вот сейчас сезон когда мы можем себе позволить поработать поагрессивнее и можно любой пилинг любой химический пилинг который подходит под фракционную мезотерапию усилить этапом фракционной мезотерапии да а можно наоборот химический пилинг воспринимать и выбирать именно как подготовительный этап который усилит этап фракционной мезотерапии вообще это все на самом деле очень интересно потому что вот эти вот творческие моменты но мой подход косметологу не должно быть в работе скучно потому что если вы скучаете в работе если вам скучно то ну в общем это неправильная работа какая-то да а когда вы можете много творческих моментов применить вы чувствуете что у вас перед вами такое широкое поле деятельности вот это здорово вот это интересно и косметолога в работе должно быть ну наверное все понятно условно говоря или в обучении все понятно да поэтому я я когда даю какие-то объяснения я даю достаточно простым стараюсь простым языком чтобы было понятно чтобы можно было научиться составлять индивидуально какие-то протокол ну я так понимаю не бояться этого и не бояться понимать что можно себе позволить да а чего нельзя позволить что кровяная роса она допустима где-то и без нее вот ну никак вообще да а где-то совершенно не нужно добиваться этой кровяной росы так ну что научились подбирать препараты под фрукционными терапию нашли на своем рынке интересные препараты оль ну вы их нам тоже предлагали в курсе у нас есть циталайф гентарное омоложение которое очень хорошо работает у них конечно же есть и другие сыворотки хорошие вот айсов очень хорошие у них препараты и для фракционной мезотерапии есть и на закрытие фракционной мезотерапии я видела ваши результаты 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 убедительные ну и хорошо когда видит результаты косметолог и пациентка собственно говоря да и вот плюс методики фракционной мезотерапии в том что вот это вот маленькая ручка она вам дает действительно большие возможности не побоюсь этой формулировки и она дает большие возможности она дает возможность зарабатывать вы когда начали оль зарабатывать вот с какого давайте так вот курс начался с какой недели вы стали применять вот то что вы услышали на курсе 2 урока то есть первый урок он у нас был чисто лекционный а второй урок у нас уже был с практикой после 2 я начала применять ваши техники фракционной мезотерапии то есть на второй неделе условно говоря да 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 через неделю уже как только посмотрела второй урок почему потому что вы там недели потому что мы сейчас поделили вот тот первый урок большой который у вас был по теории мы сейчас его разделили на три урока у нас сейчас будет три урока по 40 минут и четвертый урок у нас будет практика практику не делили вот как он есть вот этот вот двухчасовой практический урок он так и остался собственно говоря без изменений потому что все таки надо увидеть начало и конец тем более что возможность пересматривать она остается она сохраняется и в общем это можно делать совершенно спокойно ну и комментарии можно да написали вам написали на какой косметики на какой косметики отдает какой косметики отдаете предпочтение вы я лично мне тяжело ответить на этот вопрос потому что вот у меня сейчас вокруг меня даже здесь на моем столе у меня тут есть меди дерма айсов биоматрикс что еще цитолайф ну и разные варианты сывороток и так далее потому что друзья я не отдаю предпочтение я выбираю тот препарат который будет работать по конкретной проблеме пациента одному подходит препарат там допустим янтарное омоложение да цитолайф другому подойдет исключительно меди дерма но и одному и тому же пациенту разные препараты могут подойти на самом деле что меди дерма например есть препараты страны к самовой кислотой шикарные качественные замечательные я очень люблю страны к самому кислоту но я точно так же люблю янтарную кислоту которая есть в янтарном омоложении да вот она у меня поэтому ну это право выбора мы не должны быть ограничены одной какой-то маркой мы должны знать много мы должны знать критерии выбора и исходя из этих критериев по конкретной проблеме пациента подбирать тот или иной препарат я не люблю рамки не надо загонять в себя в рамки в какие-то да в рамки одной марки как вариант вы знание это сила чем больше вы знаете тем больше у вас возможности выбора какие именно сыворотки айсов рекомендуете но там хорошо работает мезофил вот мезофил она одна единственная по моему под а нет еще можно и ампульные препараты можно добавлять да то есть вы берете мезофил и в мезофил вы уже ну составляете индивидуальные коктейли вот как то так ну этому собственно я и обучаю на курсе что можно работать как готовым препаратом так можно выбрать коктейль да в который вы можете добавлять препараты в виде растворов делая индивидуальный коктейль для своего центра для решения его проблемы ну вот какие то есть у нас вопрос еще нет больше не вижу милостом написала что она полностью с нами согласна с нашего потока больше вопросов не вижу когда у меня подождите еще но это конкретно к вам вопрос светлана себе ботокс или нити делали ботокс я делаю регулярно один раз в год в преддверии сезонной инсоляции то есть это как правило конец апреля начало мая как получится нити сделала один раз для того чтобы попробовать эффекта не увидела получила спазм височно-нижнечелюстного сустава я про который рассказывала собственно да и как то в общем с нитями я решила что можно успокоиться я попробовала удовлетворила любопытство свое и как бы все на этом все закончилось но тут знаете как если это к вопросу делать или не делать хорошо это или плохо это право выбора потому что тот же ботулотоксин ну нейротоксин так будем говорить да вы можете его делать можете у меня например очень активная мимика у меня очень живая мимика я тренер я разговариваю лицом да но мне многие говорят почему ты не ставишь ботокс регулярно да потому что морщины вечно работают на лбу у меня очень живой лоб очень верхняя треть вся живая да ну потому что мне во-первых я считаю что все должно быть в меру почему я делаю летом потому что солнце на солнце мы щуримся и еще больше у меня плохое зрение я плохо вижу я очки снимаю ничего не вижу у меня даже солнцезащитные очки с диоптриями да и для того чтобы еще больше не щурится и не жмурится значит нужно вводить нейротоксин вот у меня вот такой подход но часто это делать не нужно потому что лето закончилось и можно уже более интенсивно поработать с кожей можно поделать хорошие качественные массажи которым я кстати тоже обучаю да можно поработать аппаратными методами можно обязательно не можно а нужно это уже это все время постоянно фрукционную мезотерапию подключает да а если у вас в лице в этот момент свежепосадные филеры или нейротоксины то это будет так скажем то есть я предпочитаю осенний зимний сезон с лицом хорошо поработать на внедрение на работу с мышечным каркасом вот такие вот фокусы инстаграм инстаграм делает фокусы и выкидывает из эфира вопросы пошли какие-то он взял и выкинул так друзья мои жалко конечно что делать так уже было так уже было сожалению выкидывает из эфира тут вопрос задается наверно подключается те кто уже был в эфире ну это все конечно это ужасно так взяли и выкинули ольга возможно к нам сейчас подключится очень жалко что зависли да вообще вот так вот он взял и выкинул просто из эфира ну к сожалению я тут вижу какие то вопросы были да можно ли электрофорез после фракционной вот у вас появилась нет это мне ника прислала а про электрофорез спрашивали можно ли электрофорез можно ли электрофорез после фракционной мизотерапии можно но соответственно аккуратно да то есть нельзя брать очень высокие мощности можно совмещать с гальваникой совершенно спокойно но для этого есть у нас урок по сочетанным протоколам с аппаратными методами чтобы было понятно с чем можно а с чем нельзя да по какому принципу потому что опять же аппаратов различных появляется все больше и больше с различными формулировками для того чтобы понимать как в этом разбираться я даю вот как раз вот эти самые критерии как подбирать как сочетать еще какой вопрос был еще какой то был вопрос да ну что то не по теме было не помню уже вот пишет светлана михайловна вы красотка спасибо это кто-то кто-то свой пишет наверное да это башкатова надежда пишет вам я я не помню если честно всех по именам у меня так вот вопрос извините что не по теме но интересно знать ваше отношение к липолитам но к липолитикам да многие говорят что вредно делать в нос да и вообще вредно но смотря куда на самом деле и смотря как да если мы говорим про ли политики и фракционными терапии то они не сочетаются потому что их нужно колоть глубже так ну наверное я тогда оль потихонечку буду двигаться к окончанию эфира да задам вам парочку вопросов еще чтобы нас не никто никуда не выкинул опять вот эти под вывертые инстаграма и тогда вопрос какой самый весомый плюс для вас в пройденном курсе все вот вы законченный нехорошее слово вы готовый специалист то как то звучит не очень правильно вы готовый специалист профессионал специалист по фракционной мезотерапии да какой плюс вы для себя самый основной один вот считаете что у вас есть после курса какой плюс от курса можно работать активно не повреждая не травмируя сильно кожу и получать отличные результаты то есть даже вот если как бы сравнить с классической мезотерапии то мне кажется фракционная опережает ее на много-много шаг потому что но такое количество проколов да рука ни одного специалиста не сделает на самом деле нужно все грамотно сочетать хотя скорость движения да тоже же зависит от нас вспомните мы когда только начинали да у всех была одна ошибка все старались побыстрее побыстрее вот как ручка ручкой быстро пишем так и мы старались писать очень быстро да это была одна из основных ошибок но она у всех вот у всех приходилось говорить медленнее 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 да да вы все равно управляете вы решаете медленнее или быстрее но вы должны правильно принимать решение правильно решать да то есть есть на самом деле старая школа она кровавая она не учитывает большого количества новых каких-то препаратов которые появились и которые нам дают хороший выраженный результат поэтому но работать по старой школе не учитывая того что вообще-то это прошлый век да мы уже живем в новом веке было много клинических исследований было много проведено и создано новых протоколов и не учитывать их просто ну невозможно нельзя это значит не давать своим пациентам то новое что рядом с нами есть на самом деле ну это первый был вопрос да а вот у меня чисто вам знаете такой вопрос от условно от старого поколения новому поколению мне например мне лично было очень тяжело начать что-то делать в инстаграм но настолько тяжело что если это не пандемия я бы ничего не делала и меня не было в соцсетях да я тренер с очень большим стажем и я проводила обучение от компании дистанционной но я очень не любила это делать когда не видишь обратную связь это просто какая-то катастрофа для меня это было прямо как каторга а у нас с вами обучение было онлайн то есть тоже дистанционно очень удобно очень удобно и я вот сейчас почитаю даже если есть какие-то вебинары я стараюсь записываться на них чем прийти оффлайн куда-то на семинар потому что ты можешь его в записи пересмотреть этот вебинар получить еще какие-то дополнительные знания и ну не нужно собираться куда-то ехать то есть эта экономия времени очень очень плюс ты можешь этот вебинар если ты зарегистрировался или какой-то онлайн обучение какое-то ты можешь посмотреть тогда когда тебе удобно вот в чем дело поэтому это очень мне нравится и я конечно сейчас читаю онлайн обучение онлайн обучение да там другой формат все-таки да я вот когда это раскусила я поняла что это правда очень удобно ты его можешь смотреть где угодно да ты его можешь посмотреть даже в кабинете непосредственно что-то забыл взял и посмотрел перед тем как вот перерыв между пациентами можно смотреть там по дороге не знаю в метро в машине то где угодно на отдыхе ноги кверху на шезлонге да скучно стало косметологи же всегда постоянно даже в любом состоянии к видам болею отдыхаю все равно что-то возможности как сейчас просто не было так вот здесь вот никому еще вопросы какие-то да вопросы заломы на любую можно а на лбу залома на лбу залома на лбу можно убрать при помощи фм но на самом деле это зависит от залома и от мимики если этот залом появился в результате очень активные мимики то как бы вы его не убирали он все равно там будет то есть это надо работать не только фракционной мизотерапии а сочетанно нужно поработать и со скальпом с апоневротическим шлемом потому что как у нас образуется на самом деле морщины на лбу у нас лобная мышца она же не начинается вот здесь не заканчивается вот здесь да она начинается идет очень очень далеко и заканчивается на где-то вот тут вот приблизительно да но из-за того что у нас постоянный какой-то застой апоневротический шлем вот стрессовый шлем так называемый у нас на голове у нас вот здесь вот практически уже без движения кожа не двигается мы ее все время фиксируем и в стрессе находимся и у нас не может мышца сокращаться вот по всей своей длине не получается здесь застой все она может сокращаться где вот только вот здесь так и создаются залома поэтому если мы ничего с этим не сделаем если мы не снимем напряжение с мышцы если мы не восстановим трофику тканей да ничего не произойдет мышцы все равно по прежнему будут точно также сокращать ткани и морщины будут оставаться на месте во первых если тоже дистрофия ткани да то возрастные изменения надо восстанавливать кожу в том месте где образовалась морщина вот фракционными терапия справиться с этим массаж справиться соответственно вот с этим самым стрессовым шлемом а если невозможно никак справиться с мимикой то тут уже нейротоксин пожалуйста да и например препараты с содержанием пептидов которые могут помочь быстрее расслаблять мимическую мускулатуру они облегчат они помогут но совсем не уберут никакого стеклянного лба но сейчас уже этого нет не будет на самом деле то есть мой ответ какой можно убрать но только сочетая только комплексом методик вот приблизительно вот так еще еще вопрос да светлана михайловна есть на какой глубине работаете фракционной мезотерапии ой но на самом деле очень по-разному работаем от 0 25 до 3 миллиметра потому что если у вас проблема например обезвоженность кожи и вам надо наполнить кожу хорошо активами то тогда это будет 0 25 или меж пилинговое восстановление меж пилинговый период 0 25 кожу а если мы работаем с такой проблемой как пустах на рубцы пустах на но тут невозможно погладить кожу добиться результата это нам нужно разрыхлить да то есть достаточно агрессивно поработать и тут длина уже может быть разная совершенно 23 миллиметра может быть это уже такой медицинский микронидлинг для медицинская фракционная мезотерапия поэтому глубина зависит от проблемы еще вопрос разве нет огромного количества потери препарата вы ставите фракционную мезотерапию и мезотерапию классическую на один уровень нет абсолютно я не ставлю их на один уровень я еще раз повторюсь что это совершенно разное воздействие когда вы работаете фракционной мезотерапией у вас на лице вашего пациента вы создаете 1000 до 5000 проколов рука какого специалиста который выполняет классическую мезотерапию сможет создать на лице пациента 5000 микропроколов на одинаковой длине иглы рука ни одного специалиста так не сделает это будет очень ювелирная работа то есть здесь мы работаем через большое количество микропроколов когда мы делаем классическую мезотерапию там могут быть совершенно другие цели то есть одно другому вообще совершенно не мешает а по поводу потери препарата если вы выбираете правильный состав с правильной консистенции то потери препарата нет потому что в такое большое количество микропроколов препарат уходит соответственно и работает так как мы это запланировали по такому протокол который мы создали вот как то так еще вопросы сейчас секунду так так уже ответили да на сертификатах указано что онлайн обучение да по моему указано да у нас на сертификат так больше я не вижу друзья давайте так в любом случае вы можете задавать вопросы в комментариях вот под этим постом сейчас мы эфир закончим и вы вопросы свои можете на задавать в комментариях под этим постом я задаю последний тринадцатый вопрос из нашего списка ольги чтобы вы пожелали людям которые хотят сейчас обучиться хотят вести вот этот вот метод дам свои процедуры разнообразить очень хорошо спектр услуг для своего пациента вызвать интерес порешать большое количество проблем но боятся онлайн формата чтобы вы пожелали я хочу пожелать не бойтесь онлайн формата потому что это очень удобно и все очень комфортно обратная связь есть вы просто после второго урока начинаете работать это не страшно только нужно пойти и начать но на самом деле это большой плюс вот я считаю я для этого и делала да чтобы со второй недели можно было уже начать работать и зарабатывать да потому что бедность художника не красит я в этом уверена я не призываю вас зарабатывать миллионы как не вести себя как машина для заработка на своих пациентов нет но себя надо ценить если вы обучаетесь вы на правильном пути для того чтобы обучаться и получать хорошее обучение вам нужны деньги потому что бесплатно никто не работает а чтобы соответственно обучаться вам нужны деньги их надо зарабатывать поэтому не надо обесценивать свой труд не надо обесценивать свои процедуры и надо делать дешевые процедуры ни в коем случае потому что вы себя цените потому что я вас ценю я вас верю иначе бы я не делала никакие обучения вот эти протоколы зачем оно мне было бы нужно на самом деле Тут вот Ника пишет, вопрос появился, можно ли работать на веке? Да, еще раз. Можно ли делать FM на веке? Ну, вопрос такой общий, на какие веки? Потому что у нас есть нижняя века, верхняя века, подвижная века. Нижняя века, да, конечно, обязательно. Верхняя века, да, под бровью мы работаем. А вот подвижная века мы не трогаем, в принципе. Но это еще и зависит от протокола, допустим, от того, какой состав вы наносите. Но работать можно, нужно, я бы сказала, в определенной технике. То есть, например, классическую мезотерапию вы очень близко к подресничному краю не сделаете. Опасно. Биоревитализацию опасно близко к подресничному краю. А фракционную мезотерапию с превеликим удовольствием. Да, шикарная. Да, шикарная. Вот как раз у вас был результат, который вы показывали усинными лапками. Сочетный протокол с химическим пилингом, биоревитализантом. Отличный результат. Ну, просто замечательно, на самом деле. Все об этом Ольге тут же в чате и сказали. И попросили поделиться. После первой процедуры. Да, после первой процедуры. После первой процедуры, да. Там самое главное – не останавливаться, двигаться дальше и поддержать эффект. Ну и в чате, собственно, вот Ольга протоколом тут же и поделилась. Возможно, кстати, Оль, может, вы нам назовете какой-нибудь вот ваш любимый протокол, которым прям нравится вам работать и чаще всего… Протокол? Протокол – это фракционная мезотерапия с пилингами биоревитализантами. Просто вот шикарно работают, не шелушат, никакой реабилитации нет. После восстановления практически очень быстро, там в течение суток, да, кожа восстанавливается, нет покраснений, нет шелушений. Единственное, конечно, кожа начинает больше просить наполнения, увлажнения и питания. То есть нужен домашний уход хороший. Да, совершенно верно. Потому что, помните, у нас были ошибки, да, в самом начале, кто-то сделал протокол, а кожа стала более обезвоженная, да? А у кожи ресурсов нету, да, не хватает, ее не накормили. Вот, Оль, тогда, ну, давайте вы ответите на этот вопрос, как ученицы курса. Каким картриджем лучше работать по векам? Вот вы какими картриджами по векам работаете? Ну, по нижней мере. И нано-картриджем я работаю, и игольчатым. Но нано-картриджем я открыла с вами. Причем, его все недооценивают, заметьте. Очень многие почему-то считают, что раз иголок нет, так и не считается. На самом деле, нано-картридж – это любовь. Им так виртуозно можно работать. Более того, друзья мои, я вам могу сказать, что вы в одном протоколе, даже чисто для переорбитальной зоны, можете совершенно спокойно применять два вида картриджей – и нано, и игольчатые. И под глазами, это уже я от себя добавляю, Ольга ответила. Можете работать любым картриджем, начиная с моно-иглы, заканчивая вообще безыгольчатым картриджем. Но это разная техника, разная глубина, по разным проблемам и так далее. То есть, ну, не надо бояться работать, не надо бояться работать разными видами. Надо знать. Когда вы знаете, вы не боитесь. А чтобы знать, 22-го числа начинается третий каток курса по фракционной мезотерапии. Он будет последний в этом году. И могу предположить, что по такой цене он тоже будет последний раз выходить. И, возможно, со следующего года, ну, я не знаю, когда будет следующий курс, вот после этого, скорее всего, где-нибудь в феврале, возможно, в марте, потому что у меня есть много новых задумок. Поэтому, кто сомневается, но боится, кто хочет успеть обучиться еще в этом году, ну, и по этой цене я не побоюсь этого слова. Друзья мои, осталось несколько мест на курс. И самые продвинутые косметологи придут и обучатся. И будут работать так же, как я, так же, как Ольга, и так же, в общем, как все остальные выпускники. На этом я говорю, Ольге, спасибо. Тут еще вопросик. А какой бренд биоревитализантов для микронидлинга? Видимо, не поняли, да? Мой ответ. Я использую пилинги биоревитализанта для фракционной месотерапии. Ну, потому что, вот, как бы, я не зря делала, на самом деле, вебинар отдельно по химическим пилингам для начинающих, где рассказывала о том, какие виды пилингов есть, классификация пилингов, да? И про пилинги биоревитализанты я там тоже сказала, потому что их появляется все больше и больше и больше. То есть химический пилинг, биоревитализант. Их все больше появляется на рынке. Ну, вот Ольге нравится работать с пилингом биоревитализантом. Каким, Оль? Скажите. Циталайф и Айсоф. Циталайф и Айсоф. У меня появился новый пилинг у Айсоф, да, с протеинами паутины паука. С ПДРН, кстати. ПДРН. ПДРН очень люблю. Не надо бояться. ПДРН. Потому что работает замечательно. И, в общем, корейские препараты, они разные, многоуровневые. Но вот именно Айсоф, Айсоф, мне нравится, я их рекомендую. Сама с ними работаю. Вижу хорошие результаты. Вот, пожалуйста, и Ольга точно так же не даст мне соврать, собственно говоря. Ну, друзья мои, я думаю, что на этом мы уже заканчиваем. Мы эфир ведем. Вот кто-то хочет к вам на курс уже, Светлана Михайловна. Ну, успевайте. Чтобы попасть на курс, заходите, пожалуйста, в Топлинк. И в Топлинке, на самом деле, для того, чтобы забронировать место на курс, не надо вносить сейчас. Приходите, пожалуйста. Нас уже там много достаточно. И курс начинается 22-го. 22-го начинается курс. Это значит, вы успеете.